Чтобы порадовать себя натуральными витаминами в виде свежих овощей и фруктов, их придется еще поискать. В одном из крупнейших гипермаркетов сети «Магнит», что находится на партизанской, покупателям предлагают подгнивший лук, почерневшие бананы и испорченные яблоки. Забыщено категорически действующим. Какое у нас занятие? Наличие вот такого вот продукта в торговом, то есть на складах вполне возможно. Видите, да? Несмотря на совершенно не товарный вид яблок, стоимость их довольно высока. 82 рубля за килограмм. Про качество молчим, лишь бы не перевели нас на талонное обслуживание. Очень дорого, людям невыносимых. Очень дорого. Цены действительно завышены, отметил мэр города Олег Фурсов, особенно на продукцию отечественного производства. Меня удивила стоимость лимонов и стоимость яблок. Яблоки, значит, под маркой «Голден», как они там называются, да? Ну, «Голден» она марка. Под маркой «Голден» выглядят. Я хочу сказать, у меня на даче лучше яблоки растут. И они дороже, чем лимоны, которые мы везем из других стран. Это просто удивительно. Оценить обстановку в торговых сетях вышли также представители городского департамента потреб рынка, Роспотребнадзора, прокуратуры, Федеральной миграционной службы и Государственной инспекции труда. Вопросы были не только к качеству товаров и ценам на них, но и к благоустройству прилегающей территории. Однако ответить на них никто не захотел. Директор гипермаркета так и не вышло из своего офиса. А в четверг мы встречаемся с руководством «Магнита Всероссийского». Они к нам приезжают. Я думаю, эти вопросы мы перед ними тоже поставим. Наверное, здесь дело закончится отставками этих директоров, раз они не следят за продуктами. Следующий визит в «Магнит» поменьше. Формата у дома на улице Новосадовой. Здесь масштаб скромнее, но испорченные продукты убирать также не успевают. Подгнившие гранаты, лук и мандарины. Книга жала подтверждает. Это не частный случай, а постоянная практика. «Картофель для бомжей. Цены должны соответствовать качеству товара. Книгу жалоб дали со скандалом». Директор супермаркета пообещал, за товаром будут следить более тщательно. А вот указания по ценам им приходят из главного офиса из Краснодара. «Последние несколько дней менялись цены на овощи?» «У нас периодически приходят изменения цен, может даже один-два раза в день». «Снижаться стало или все-таки нет?» В магазине по соседству в пятерочке качество овощей и фруктов радует, в отличие от их количества. Выбор невелик. Глава администрации Олег Фурсов обратил внимание и на стоимость хлеба. Социальных цен нет. Самые дешевые буханка пшеничного – 24 рубля. В мэрии будет проведено отдельное совещание по росту цен. Департамент потреб рынка уже начал проверять овощные оптовые базы. Каковы их запасы? А главам районов поручено мониторить состояние продукции в федеральных сетях. По результатам мониторинга торговых сетей, всех торговых сетей города, мы будем принимать решение об обращении с ходатайством в прокуратуру, если это понадобится, о проведении внеочередных проверок. И тогда каждый магазин любой торговой сети, неважно, как она называется, он будет проверен, так сказать, как говорится, сверху донизу. Наши горожане должны быть уверены, что власть их защищает и имеет для этого все ресурсы. Также запланированы переговоры с торговыми сетями, чтобы ценовая политика в отношении Самары была изменена. Большую долю в ассортименте продукции должны занимать местные производители. Это полностью соответствует установкам губернатора области и министра сельского хозяйства. Цены на товары, производимые на месте, должны быть приближены к реальным возможностям людей. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова